Сколько дней Пути вдали дальние От Руси моей до Италии И опять плывут Надо мной, надо мной Облака куда-то чередой Эту песню мою Для тебя я пою Моя Родина Край мой родной Где бы ни был я твой Ты повсюду со мной Край, земля моя Край родной Дивных песен край Солнцем залиты Сердцу ты мила О, Италия Но прости меня Мне милей, мне милей Шум берез на родине моей Эту песню мою Для тебя я пою Моя Родина Край мой родной Где бы ни был я твой Ты повсюду со мной Край, земля моя Край родной Ближайшие планы После дуэли уезжаю в Ленинград Сниматься в телевизионном фильме Да нет, я думаю, композитором больше стать не придется Ну, достаточно, я уже был и Моцартом, и Чайковским Довольно Сейчас небольшая пауза Правда, днями я встречаюсь с героем музыкального фильма На телевидении С певцом, которого я люблю и слушать, и смотреть в спектаклях Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Я помню, было много снега, очень много белого снега. И мама везла меня на санках на работу. И еще я помню черные пятна людей на этом белом снегу. Больше, пожалуй, о блокаде я не помню. А вот это сохранилось. Может быть, потому что так начинался для меня Ленинград. В Ленинграде я впервые услышал музыку. Здесь меня учили. И Ленинград тоже вывел меня на большую сцену. Я приезжаю сюда к маме на выходной. И думаю, ну вот я и дома, можно и отдохнуть. И не получается. Идешь по улице. Дом, где последняя квартира Щековского. И такое, наверное, только в Ленинграде случается. Всего-то в двадцати шагах жила моя Лиза. Дом пиковой дамы. Здесь ждал вечера. Дожидался свидания мой Герман. Мне стоит лишь перейти улицу. Прости, небесное сознание, Что я нарушил твой покой. Прости, до страстного, Не отвергай признание. Не отвергайся с тоском. О, пожалей, я умирая, Несу к тебе мою борьбу. Взгляни и слышать небес в края, На смерть мою борьбу, Души бесперзанной мученьем Любви к тебе пожалься. И дух мой лаской С ожаленьем Слезом своей С ожаленьем С ожаленьем Ты плашешь Ты Означат эти слезы Не отвергайся с тоском. Не отвергайся с тем. Всякий артист будет приведен в страх и трепет Узнавши, что в роли Германа нужно постоянно быть на сцене и петь Я прихожу в ужас, когда вспомню, сколько для него уже написал Это Петр Ильич говорил о пиковой даме Я перечитывал письма Чайковского к брату Не только для того, чтобы еще раз прикоснуться к недавно пережитому в работе над ролью Чайковского Интересовало, как сегодня на замыслы, надежды и сомнения почти вековой давности Ответит человек, который воплощает созданное Чайковским Я сам собирался играть роль Германа Вы хорошо помните пиковой дамы Пушкина? Там есть эпизод с графинью Маленькая совсем сцена, а драматургическую материал на пьесу Совсем короткий монолог, вот он Если когда-нибудь сердце ваше знало чувство любви Если вы помните ее восторги Если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына Если что-нибудь человеческое когда-нибудь билось в груди вашей То умоляю вас, чувствам супруги, любовницы, матери Не откажите мне в моей просьбе Совсем короткий монолог А драматургического материала на целую пьесу Само по себе это просто совершенство Оттенки легко уловить Ну как это передать в вихре Эмоциональным вихре всей сцены Не понимаю, не знаю А как это спеть этот монолог Наверное еще труднее Не знаю И вот этот вопрос я Сам себе задаю каждый раз Перед этой сценой И честно говоря Я не могу найти Четкого, определенного ответа На этот вопрос Каждый раз что-то ускользает Что-то совершенно неожиданное для самого себя открывается Происходят странные вещи Если можно сравнить С линией горизонта Мы работаем этим образом На линии горизонта ставишь себе какую-то веху Наконец доходишь до нее И вдруг оказывается, что Открываются там еще какие-то невообразимые дали Которые Манни зовут Вперед, вперед И вот так у меня происходит С этой ролью И особенно вот с этой сценой Потому что эта сцена является С моей точки зрения Ключевой сценой оперы Здесь, собственно, по существу решается судьба Германа И я не знаю, честно говоря Сколько мне Потребуется времени для того, чтобы Сказать самому себе Что вот я доволен Своей работой Или что Может быть работа уже завершена Я удовлетворен ею Может быть я И никогда этого не скажу Мы еще вернемся к Герману Владимира Атлантова Постараемся понять Каким путем артист идет к своему герою Но и все равно для меня Всегда останется загадкой Как такое могло случиться Что ребенок из северного И дождливого нашего города Стал обладателем Совершеннейшего музыкального инструмента Владельцем чистейшей воды Бельканта Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты-то очень давно уж сухие Набежала, как искра, слеза. Однозвучно гремит колокольчик Издали я, открываясь слегка И замолк моя, мщика, дорога Предо мной далека Есть в Ленинграде пешеходный мостик Он называется итальянским И ленинградцы знают Это кратчайший путь от дома книги К площади искусств Вот таким итальянским мостиком Стала для меня стажировка в Италии Ну, собственно, педагог Не говорил ничего принципиально нового Того, что я бы, скажем, не знал здесь В консерватории, не изучал бы тоже здесь Но вот, буквально перейдя Лестничную площадку из класса А мы занимались в самом здании Ля Скала Я попадал в зрительный зал И, конечно же, слушал и все репетиции Которые там проходили И все оперы И самое главное заключалось в том Что то, что я слышал на сцене Это было просто блистательное подтверждение Всему тому, что мне говорил мой маэстро Говорят, моему голосу подошла итальянская школа Ну, может быть, это так Я вернулся в Ленинград уверенным Что опера для меня на всю жизнь Говорят, моему голосу подошла Говорят, моему голосу подошла Говорят, моему голосу подошла Говорят, моему голосу подошла КОНЕЦ 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 Я могу писать музыку на сюжет, хотя бы и немало неэффектный. Лишь бы были живые действующие лица. Лишь бы я любил их, как любят живых людей. Это из письма Чайковского к брату. И здесь нет ни малейшего преувеличения. Нет и намека на литературный оборот. Когда в пиковой даме у Чайковского погибает Герман, а произошло это во Флоренции, там композитор писал свою оперу, то Чайковский спешно уезжает из этого города. Жизнь в этом городе становится ему немыслимой. Он не может оставаться и работать там, где встречался со своим героем как живым человеком. И жить там, где Герман умер. Поразительно то, что многие-многие драматические актеры относятся к своим персонажам, своим героям точно таким же путем. То есть как к живым, дорогим своим людям. Я знаю, что Владимир Атлантов любит петь свои партии на языке оригинала. Так что он пел по-итальянски в опере Чио-Чио-Сан, в сцене с Мадам Беттерфляй, с Народной артисткой Советского Союза Марией Биеши, лучшей исполнительницей этой партии. Хазе он поет по-французски. Аттелло будет петь по-итальянски. Скажите, пожалуйста, Владимир Андреевич, чем объяснить ваше желание петь партии на языке оригинала? Вы знаете, я тоже очень люблю своих героев. И отношусь к ним как к живым людям. Ну, я должен сказать, что я стараюсь, стремлюсь относиться к музыке очень бережно. И это относится в такой же полной мере и к языку, на котором я исполняю роль. Мне кажется, что есть, существует музыка языка. Есть музыка русского языка. Есть музыка итальянского языка. И мне кажется, что при переводе эта музыка, конечно, потеряет очень многое. Звучит музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Что и говорить, Атлантов дерзает. Он ставит перед собой удивительные, сложные задачи. Но, как мне кажется, он имеет на это все основания. Атлантов дерзает. 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 И вот в какой-то момент, в какой-то миг от Элла кажется, что весь мир является его от Элла отражением, отражением его внутренней гармонии, его счастья и спокойствия. И вот эта иллюзия может привести к тому, что проникшее в душу сомнение явится той разрушающей, страшно неодолимой силой, которая приведет от Элла к катастрофе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Чудо чудное, диво дивное Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я слышал и читал немало рецензий на игру Атлантова в пиковой даме и все они, пожалуй, сходятся на одном Это его роль и по темпераменту и по вокальным характеристикам и по музыкальным краскам и по психологическому рисунку и по многому-многому другому И, пожалуй, с этим нельзя не согласиться Я добавил бы, пожалуй, только одно что эта роль уже и потому его что она позволяет как можно ярче полнее и четче выразить его тему в искусстве А тема в искусстве его всегда современна Человеку нужно счастье Трагично, если человек несчастлив Человек должен быть счастлив Радостно солнце сладят птицы Звонок и торжественных хор Слушает их и веселится Данный старый сумрачный гор И уныло по ровному полю Разливается песням щеком Разливается песням щеком Разливается песням щеком И потом, да, вот, Влад, ты знаешь что? Во-первых, ты немножко низко поешь Чуть-чуть Ты собери звук так, быстрее поешь И потом не нужно так уж ровно петь Ты поешь так вот А ты спой Однозвучно гремит колокольчик И дорога пылится слегка Честно говоря, я не совсем понимаю По каким признакам моя лада Из моих взрослых романсов, ай, монологов, сцен Выбирает достойные запоминания И разучивания Но это, в общем-то, не повод для творчества конфликта Я рад, что дочь любит петь И не хочу, чтобы эта любовь от нее уходила Я профессионал, солист Большого театра Но только пение для меня не просто профессия Я пою, сколько себя помню И даже в те времена, когда, в общем-то, и голос у меня Не обнаруживали Не собирался бросать петь Я знаю, среди ровесников моей дочки Помладше или постарше ее Живут ребята, которые не могут не петь И я очень хочу встретиться с ними через несколько лет Чтобы научить их тому Чему научили меня Чему продолжаю уже дневно учиться Хочу, чтобы они пели Милый север мой Шир бескрайняя Как не петь тебе Величайную Где бы ни был я Образ твой, голос твой Он как жизнь моя Всегда по мной Эту песню пою Для тебя я пою Моя родина Край мой родной Где бы ни был я твой Ты повсюду со мной Ай, земля моя Край ладной А-а-а! Для тебя я пою Моя Родина, край мой родной Где бы ни был я твой Ты повсюду со мной Земля моя, край родной Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok